В Североморске на заседании комиссии по расследованию причин происшествия министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что часть экипажа удалось спасти за счет геройских действий погибших моряков. На прямую связь из Мурманской области с нами выходит Николай Булкин. Николай, что еще известно к этой минуте катастрофе? Ну сейчас у нас все больше понимания того, как же произошла эта трагедия в Баренцевом море, как действовал экипаж вот в этих условиях во время пожара на глубоководном аппарате. Эта информация действительно появилась после совещания, которое здесь, в Североморске, провел министр обороны Сергей Шойгу. Он прибыл на Кольский полуостров и отправился на базу ВМФ осмотреть аппарат со сгоревшим отсеком и поговорить, очевидно, с теми моряками, которые выжили. Пожар начался в одном из отсеков глубоководного аппарата, когда тот находился в Мотовском заливе Баренцева моря на глубине. Причиной стало короткое замыкание. Вот эта последняя информация от военного следствия, что причиной пожара стало короткое замыкание. А как уже действовал экипаж, в деталях рассказал министр обороны. В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека охваченного огнем в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространение пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили задачу, ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Погибли 14 баряков-подводников от отравления угарным газом. Экипаж состоял из офицеров. Среди погибших 7 капитанов первого ранга, 2 героя России. И статус работ, который они проводили, очевидно, особый. Их считают элиты элит на флоте. Есть информация, что сюда, на Северный флот, они были откомандированы из воинской части Петербурга. Секретная воинская часть, где готовят специалистов, которые способны работать на экстремально больших глубинах. Вообще-то не называется официально конкретный проект подводного аппарата, на борту которого и случилась трагедия. Даже сегодня в Кремле дали понять, что это секретная информация. Но сообщается, что речь идет все-таки о научно-исследовательском аппарате. Работы велись в интересах Министерства обороны, исследовательские. Но, по сути, все подобные аппараты, такие относительно небольшие подводные лодки, атрибуты всесоответствующие. Илья. Да, какая уже реакция есть на эту трагедию, реакция и в нашей стране, и в целом в мире? Конечно же, соболезнования сейчас поступают со всего мира. Выразил их Папа Римский. Слова поддержки семьям погибших высказали в посольстве США. Европейские политики, в частности, премьеры Соединенного Королевства Тереза Мэй. Ну, а мы сейчас находимся у памятника погибшим морякам. Это то место, куда несут цветы люди, чьи семьи наверняка связаны с флотом или работой в Баренцевом море. Они выражают боль, которую вызвала новая трагедия в море. А в Севастополе, например, цветы несут к стелле. Мурманск – город-герой. Пришли жители города-герой Севастополя, которые понимают, что это боль, что это утрата. Это чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то братья и друзья. Они выполняли свой долг. Город-герой Севастополя и город-мурманск гордятся своими военными. Здесь вот на берегу Кольского залива есть храм «Спас на водах». И сегодня в нем будет отслужен молебен. И хотя официально список погибших офицеров сейчас не разглашен официально, мы знаем, что батюшке передали имена погибших, и он произнесет их в молебне об упокоении. А на совещании с участием «Шойгу» было сказано, что все погибшие подводники будут представлены государственным наградом. Илья. Да, спасибо. Николай Булкин из Мурманской области. С последней информацией о трагедии в Баренцевом море.